Коллеги Александрович, пожалуйста. Спасибо. Дорогой Владимир Владимирович, конечно, я еще раз хочу сказать вам большое спасибо за год театра, который прошел в 2019 году, потому что если бы отложили, если бы не состоялось без полных зрительных залов, такой праздник невозможен. То, что этот праздник останется и в истории страны, и в истории российского театра, безусловно. Спасибо вам огромное. Конечно, и благодарю, имея возможности, и правительство, и Министерство культуры, и руководители всех регионов, всех, кто участвовал в этом празднике. Ну, чтобы не повторяться, я хочу поддержать выступивших до меня, тем более о многом. И сказано, мне уже приходилось говорить неоднократно. Ну, буквально в двух словах, если можно. Надо как можно быстрее оказать реальную поддержку негосударственным театрам. Они существуют только на то, что они сами зарабатывают. Ни их вина, что долгое время они были лишены возможности играть в спектакль. Сейчас они просто на грани закрытия. Если их не станет, театральная жизнь в России сильно обеднеет. Я знаю, что Министерство культуры подготовило предложение по их поддержке. И очень нужно, чтобы Минфин и правительство рассмотрели как можно быстрее и поддержали это. Ну, сегодня вот Валентина Юрьевна говорила о оптимизации. Но если хотите, я просто, ну, в качестве просто абсурда приведу один пример из оптимизации. В Якутии есть город Мирный. Вечная мерзлота. И вот в этом городе Мирном с населением 35 человек работает театр. Население всего 35 тысяч. Хороший театр с интересным режиссером. Театр участвует в театральных фестивалях, получает награды, премии. И вдруг принимается решение в рамках так называемой оптимизации о поглощении вот этого Мирненского, то есть вот города Мирненского театра, русским драматическим театром имени Пушкина, который находится в Якутске. От Мирного до Якутска тысячи, более тысячи километров. Вот представьте себе расстояние в тысячи километров. Зачем, почему? Ну, вот это уже вот хотя бы это должно было остановить оптимизаторов. Но еще важнее, что эти театры ни в чем не объединены. Творчески ничто не объединяет. Ни общих художественных идей, ни общих устремлений. И в результате может исчезнуть творческий коллектив. И город может лишиться своего театра. Финансовой выгоды при этом не будет никакой. Ну, можете себе представить, за тысячу километров едет директор, подписает бумажку. Там остается на день-два, обратно едет еще сутки. Ну, мне кажется, не только Якутия. Вообще страна должна гордиться тем, что в таких небольших городах работают театры. Это дает какое-то совершенно другое самоощущение жителям города. Они не чувствуют себя на крае земли. Потому что у них есть свой театр. Вот спросите меня, конечно, эмоциональности. Но иногда... Я понимаю, что регионы сами принимают решения самостоятельно. Но до принятия решения можно было бы посоветоваться хотя бы со специалистами, сообществом и так далее. Вообще, вот начали сегодня за здравие такое хорошее. А я еще хочу за здравие сказать. Я хочу сказать особо о Москве. Вот несмотря на то, что Владимир Георгиевич Урин говорил, все эти проблемы есть. Вот несмотря на то, что театры пока работают с неполными залами, с неполными сборами, все получают зарплату. Это в Москве. Бюджетные деньги поступают в полном объеме. Это раз. Почетные пенсионеры, имеющие почетное звание, заслуженный артист, народный артист, они получают уже третий год дополнительно к пенсиям 30 тысяч рублей ежемесячно. И во время карантина все выплаты не прекращались. Но это как пример, который может и для других регионов что-то значить. И последнее, я уже коротко скажу, и последнее хочу обратиться к вам, уважаемый Владимир Георгиевич. Вот с чем. В 2023 году, через два с половиной года, исполняется 200 лет со дня рождения великого русского драматурга, театрального деятеля Александра Николаевича Островского. Без преувеличения я могу сказать, что в стране нет ни одного театра, афишу которого не украшало бы имя Островского. Поэтому я прошу, Владимир Владимирович, вас очень прошу, издать указ о праздновании 200-летия Островского, поручить правительству образовать организационный комитет и подготовить соответствующие планы мероприятия. Я подготовил письменное обращение, готов вам его направить. Поддержите, пожалуйста, Владимир Владимирович. И еще раз хочу сказать, спасибо вам большое за все. Спасибо. Александр Александрович, творческое наследие Александра Николаевича Островского безусловно относится к приметам гордости. И вот такие авторы, безусловно, составляют гордость отечественной культуры, литературы. Поэтому согласен сразу и прошу администрацию президента подготовить соответствующий проект указ. Я вам направлю. Что касается оптимизации, мирный город, мирный Якутск. Ну, вы знаете, то же самое у нас происходило и в сфере образования, просвещения, когда малокомплектные школы начали закрывать. Потом выяснилось, что, чтобы добраться до большой, хорошей школы, где и преподаватели хорошие, то ли дорог нет, то ли автобусов нет и так далее. И потребовалось большое количество времени для того, чтобы навести порядок. Значит, здесь, видимо, то же самое происходит. Ну, поговорю с руководством республики на этот счет, безусловно. Спасибо большое.